Привет, друзья! Ну что, настало время для очередного видео с ответами на ваши вопросы. В прошлый раз я снимал на берегу океана, теперь я уже нахожусь в Германии. И я напомню, что если вы хотите у меня что-то спросить, пишите здесь, под этим видео, в комментариях на YouTube свой вопрос. И если он наберет достаточное количество лайков, то я на него отвечу в следующем выпуске. Также я планирую снимать такие видео с ответами на вопросы чуть чаще, но заливать их на второй канал. Ссылка здесь будет в описании, можете проходить на второй канал и там тоже задавать свои вопросы. Плюс планирую туда заливать те видео, которые я не хочу вылаживать на этот канал. И что, и перископы заливать туда еще. Так, давайте сразу приступать, будем отвечать на вопросы, которые набрали лайки под прошлым видео. Так, Влад Владу спрашивает, будешь ли ты ехать в Америку? Да, Влад, обязательно поеду, но еще пока не знаю когда. В прошлом году у нас была возможность поехать в Америку, нам предложили выступать в шоу, к нам даже прилетали сюда с Нью-Йорка, общались. В прошлом году почти улетели в Америку, но потом по нескольким причинам мы туда не поехали. В Америку обязательно поеду, но еще пока не знаю когда. История была довольно-таки интересная, возможно расскажу на втором канале, либо в перископе. Вадим Шатила, Game of Bikes побольше снимай. Ну, Game of Bikes это тема Димона, он снимает их, я не знаю, не планирую. У Димы это круто получается. Вы же не хотите смотреть просто Game of Bikes, Game of Bikes полно в интернете. Вы хотите смотреть Game of Bikes Димы Гордея. Так что, наверное, ни у кого не получится так круто снимать, как у него. Но у меня есть пару-пару Game of Bikes, один я еще снимал в Китае, когда был 3 года назад, а второй года 2 назад у себя. Можете посмотреть, но не так себе. Ну, не знаю, может что-нибудь сниму так по фану, но я думаю, у Димона лучше получится в любом случае. Настя Андросова, девчонка, стоит ли катать зимой? Конечно, стоит однозначно. Если есть возможности, то обязательно нужно катать. Можно тренироваться в снег. Я вот этой зимой хотел поснимать по поводу катания зимой, прыжков в сугробы, но спота у нас не было зимой в городе, где я находился, поэтому не снял. Ну, ничего, я думаю, как-нибудь это исправим. Конечно, нужно катать. Если есть возможность в крытых парках, то это тоже круто. Если есть возможность выезжать куда-нибудь в теплые края, то вообще офигенно. Ну и, естественно, зимой нужно лучше разминаться, потому что зимой травмоопасность повышается и больше вероятности получить травму. Зимой кататься нужно, но нужно очень хорошо разминаться. The Feer Chuk Channel Plus. Если у тебя камера, кроме GoPro, если есть, то какая? Да, есть у меня, вот недавно купил, относительно недавно, камеру Canon 700D. Сейчас еще с объективами разбираюсь. Да, есть камера, у меня две GoPro и вот эта вот камера. На втором канале, наверное, сниму тоже. Ну, хотя, может, и на этом расскажу о технике, на которую снимаю. Я постоянно закупаюсь чем-то, стараюсь улучшить качество. Нужно еще работать над своей тряской. Я постоянно трясу GoPro во время съемки. Нужно этот вопрос решать. Да, Canon 700D у меня. И несколько объективов. Так, Саша Один. Есть ли записи с шоу в Германии и можешь ли их выложить? Записи есть, но выкладывать не могу. Нам в этом году очень строго сказали никуда не заливать видосы, не снимать. Но рано или поздно я вам обязательно покажу это видео с нашего шоу. Не знаю, когда это случится, но всегда есть обходные пути. Что-то придумаем, ребята, обязательно покажу. Валерий Начаев. Дима, как перебороть свой страх при изучении нового трюка? Ой, Валер, ты бы знал бы, насколько я иногда очкуюсь перед трюками. Я думаю, здесь есть два фактора. Во-первых, ты должен быть готов к трюку. То есть, если ты учишь, например, трек-драйвер, ты должен уметь хорошо трешку делать и хорошо делать барспин. Если ты не умеешь ни того, ни другого, либо одно что-то умеешь плохо и будешь учиться трек-драйвер сразу, то ты можешь травмироваться. И, естественно, ты будешь бояться. Ну и второй фактор, я считаю, он не менее важен, это поддержка. Потому что если тебя вокруг поддерживают, если тебе говорят, давай, чувак, у тебя получится. Вот я люблю, когда на дёртах орут постоянно. Ааа, давай! Вот тогда у меня все получается практически все. Окружайте себя людьми, которые вас всегда будут поддерживать и которые будут верить в вас и помогать вам верить в себя. Тогда у вас все получится. Может, как-то звучит, я не знаю, как с какого-то фильма мотивационного. Короче, нужно быть готовым к трюку и заручиться поддержкой. Тогда вы будете увереннее в себе и не будете бояться. Кирилл Левин. Привет, Дима, очень нравятся твои видео, особенно, когда ты что-то рассказываешь. Я жил на Украине и нравится твой говор. Знал ли ты в детстве, что будешь зарабатывать в МИКС? Ну, насчет говора нужно избавляться. Я стараюсь работать над этим. Раньше я не замечал и не понимал, что для русских ребят он очень сильно бросается в глаза, очень сильно режет слух. Но теперь вот стараюсь работать. Ну, в любом случае, спасибо, спасибо за комплименты. Так, знал ли я в детстве, что буду зарабатывать в МИКС? Нет, естественно, конечно, не знал. Но мне всегда хотелось заниматься чем-то таким необычным. И, наверное, большой вклад еще вложила моя художка. Я 5 лет учился в художественной школе. Меня заставляли туда ходить. Я очень не любил рисовать. И после того, как я ее закончил, я сказал, больше никогда рисовать не буду. И хотел заняться чем-то таким трешняком каким-то. И вот начал заниматься мотокроссом. И вот так вот оно все пошло, пошло, пошло. Я в 14 лет уже ездил на мотоцикле. И я общался с ребятами во дворе, которые, ну, в 14 лет, там, что, просто там на велике катаются, там, какие-то приставки рубятся. Ну, и как-то у всех все примерно одинаково. А я им рассказываю, а я вот сегодня там на трассе ездил, там, прыгал. Они такие, о, нифига. И я чувствовал себя, знаете, как будто я выделяюсь среди них. И вот мне хотелось вот таким вот и быть парнем. Поэтому хотелось чем-то заниматься таким, но я не знал, естественно, что буду кататься на BMX и зарабатывать еще этим деньги. Так, Стивен Стивен. Привет, Димон. Это Стивен с Броваров. Катались с тобой вместе в разных городах по Украине. Смотрю твои видео и сам очень хочу куда-то вырваться за границу. Скажи, без нормального знания английского языка тяжело ли будет за границей? И здесь похожий вопрос был, как ты учил английский и как долго ты сейчас говоришь на нем? Стивена знаю. Привет, Стивен. Крутой очень чувак. Круто катается. У них в городе раньше самые крутые дерты в нашей стране были. Так, без нормального знания. На самом деле английский у меня не очень хороший. Я ходил на курсы, я пытался учить через всякие линг-лео программы. В принципе, я понимаю почти всегда все, что мне рассказывают. Но сказать не все могу, то, что я хочу. Мне нужно английский подтягивать. Я довольно ленивый парень в этом плане. Так что можно, конечно. Смотря чем ты будешь заниматься. Если ты планируешь выехать и работать постоянно с людьми, общаться с ними, то, естественно, без знания английского либо иностранного языка будет очень сложно. Практически нереально. Но если, грубо говоря, там, не знаю, что-то пилить, сверлить, работать и не общаться с людьми или кататься на боемиксе, как я, то, в принципе, пофиг. Вот у нас большинство ребят тоже английский не знают. Есть пару человек, у которых несколько слов буквально могут сказать и все. Так что, ребят, пробуйте. На самом деле, когда ты попадаешь в экстремальную ситуацию, когда тебе нужно что-то объяснить, а ты не понимаешь, как это сказать, ты всегда находишь выход. Вот я, когда был в Китае, китайский вообще нифига не знал. И я ездил просто, вот, выходной день брал и катался по городу на байке. А в основном одни китайцы, и, как бы, у меня тогда и английский был, очень плохой китайский, я там пару буквально слов знал. И я, было такое, что я несколько раз терял дорогу и не знал, куда мне дальше ехать. И все равно как-то находил общий язык, договаривался на пальцах, жестами. То есть, всегда, всегда объяснишься, так что не бойтесь. Но, опять же, если ты будешь ехать работать, то для работы, скорее всего, нужно будет. Ну, а все получится, Стивен, ты крутой чувак, так что, пробуй, все у тебя получится. Так, Егор Матвиенко, блин, холодно здесь. Егор Матвиенко, где тебе круче работалось, в Китае или в Германии? Я сделаю, наверное, несколько роликов по поводу работы в Китае и в Германии. Хочу рассказать подробно про работу там, про работу здесь, сколько платят, что мы делаем, какие шоу и так далее. Я думаю, есть что рассказать. Кстати, вот видеоблог я начал вести еще в Китай, грубо говоря. Находясь в Китае, я у себя на странице выложил пост, опрос точнее. Типа, хотели бы вы смотреть видеоблог о жизни в Китае? Это был еще 2013 год, начало. И большинство ребят поставили отметку, типа, да, хотим. И я начал что-то снимать, но в то время в моем окружении были люди, которые не хотели, чтобы я снимал. Естественно, меня не поддерживали, и я как-то так к этому относился. Думал, может, не надо. Я стеснялся камеры, и в итоге я наснимал-наснимал кучу всего, но так это и не выкладывал. Пару роликов у меня здесь есть на канале, но очень много материала я так и не выложил, потому что стеснялся. Может быть, выложу как-нибудь. Ну, а приехав сюда, вот, благодаря Димону, благодаря тому, что его примеру, начал снимать, начал меньше стесняться. И благодаря вам, конечно же. Так, ну, вопрос был о другом. Вопрос был, где лучше работалось. Работалось мне лучше здесь, в Германии. Здесь мне больше нравится, и я расскажу, почему. Данил Чалышев. Каким-то образом нужно раскручивать твой канал? Давай скажем подписчикам, пускай они показывают о твоем канале друзьям. Ну, что, ребят, все от вас зависит. Если есть такое желание, показывайте. Спасибо вам. Многие, я вижу, делают репосты, делятся, ставят лайки. Спасибо, если хотите, чтобы я чаще снимал, поддерживайте, репостите. Но спасибо Данилу за такое предложение. Ну, я так подозреваю, если парень задает такой вопрос, то он начинающий, и для начинающих можно кататься абсолютно на любом байке. Какой бы он убитый, задроченный, и к каким бы стилям катания он не относился. В любом случае, азы ты сможешь научиться на любом велике. Я, например, Банни Хоп учился вообще на Аисте. То есть, это даже не BMX. Ну, а если ты в итоге захочешь этим профессиональнее, более профессиональнее заниматься, то ты поменяешь постепенно детали, либо заменишь байк, и будешь катать на полноценном велике. Главное, начинать и пробовать на том, что есть. Вот, и, в принципе, то же самое касается английского и любого другого дела. Знаете, вот я сам такой, я думаю, блин, вот нужно начать учить английский, раньше думал. Нужно для этого пойти на курсы, либо найти какую-то офигенную программу. А на самом деле, нужно просто сегодня брать и делать. Нужно взять Lingleo тот самый и начать там учить что-нибудь. Либо скачать приложение на телефон и в нем учить английский. То есть, нужно сегодня или завтра уже брать, начинать. Также из BMX многие, кстати, спрашивают, а какой велик купить там для начала? А этот нормальный, этот нормальный? Ребят, пока вы выбираете его, вы уже могли начать кататься и уже могли начать учить какие-то трюки. А велик, какой бы он комплит там для начинающих не был, он все равно рассыпется, скорее всего, если он дешевый. Так что берите любой и начинайте кататься прямо сегодня, завтра, послезавтра. Чем раньше начнете, тем лучше. Потому что вы можете выбирать, выбирать, выбирать велик. Потом, потом понять, что что-то вам не нравится, выбрать, выбрать в итоге, понять, что это не ваше, вам не нравится BMX, вы хотите, не знаю, там на самокате кататься. И все, а время уже будет упущено. Так что берите и катайтесь на том, что есть. Так, ну ладно, я, короче, вообще в какую-то третью степь ушел. Можно катать на флэтбайке стрит. Так, ну все. Ребят, я напомню, что если есть вопросы, задавайте их здесь в комментариях на YouTube. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. Также можете подписываться на мой второй канал, ссылка здесь будет в описании. Ну а с вами был Дима Яструб. Всем огромное спасибо за внимание, удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!